Бинго, товарищ пловец! С такими словами путешественника Александра Варенкова встречали на родной земле в Ангарске. Инвалид второй группы вплавь преодолел более трех с половиной тысяч километров по рекам Забайкальского края Дальнего Востока. О своем путешествии тренер спортивной организации «Импульс» рассказал на встрече с журналистами. В воде пловец провел 434 часа. Плыл самостоятельно, без участия в каких-либо программах и государственного финансирования. Большая часть пути пролегала по границе с Китаем, поэтому путешественника сопровождали МЧС и ФСБ. А что, инвалиды хуже других или что они не могут это сделать? Первая причина. И вторая, это именно, скажем так, личным примером или просто показать инвалидам, извините, у кого какие проблемы со здоровьем, с возрастом, у нас что они начинают, вы сами видите, даже в автобус уходят или вон, ну, смотрят, орут, разину, ну, ребята, давайте пободрее плечи расстраиваем, улыбнемся, докажем, что смогем и можем. Не надо вот это свое жалость вызывать, что мы такие немощные. Не надо вот это. Вот это вот основная причина, что действительно. Инвалиду удалось доплыть до Николаевска на Амуре. Дальше плыть запретили, так как начался режимный фарватер. До цели не доплыл всего 500 километров. На все путешествие ушло полтора месяца. В пути пловец встретил большое количество диких животных и чуть не попал в браконьерские сети. Сейчас перед собой Александр Варенков поставил уже следующую цель – путешествие в Крым в компании инвалидоколясочника Павла Алексеева. Напомним, что прошлым летом пенсионер добрался бегом до Москвы.